Этот несмышленый китаец не придумал ничего лучше, чем повоевать за соседнюю страну людоеда, которая в скором времени и так станет провинцией Пекина. Будет очень символично, когда где-нибудь под бердычами ему в гузна, по которому он так похлопывает, влетит украинский дрон, собранный из китайских комплектующих. Кстати, а будет ли это считаться френдлифайером? Праздничное орошение на 9 мая. Странные вопросы задают белгородские ворчуны. Если бы он этого не сделал, то это сделал бы солдат НАТО. А кто это сделал? Здравствуйте, друзья. Вторая армия мира. Заводит тяжелый транспортный Ил-76. Сталкача. Сразу видно. 150 лет эволюции и развития не прошли даром. Шойгу, Герасимов, почему новые ордена на парад не надели? А трофейную технику почему снова на параде не показали? Я думала, что такого уже не существует. Приехала на почту. На секундочку, это город. Это не деревня какая-то, это город. Сейчас заходим. Там вот вход такой. Заходим. Ну а внутри вроде как цивилинка. Кошмар и ужас. Ступенечки. Это загнивающая конюшня в Великобритании для лошадей. Тут почему-то чище, просторней, сыростью не воняет, ступеньки не скрипят, а со стен краска не слазит. То неловкое чувство, когда тебе 20 лет рассказывали про величие, про то, что все вокруг нам завидуют. А по факту живешь хуже, чем британская лошадь. Детская площадка, которой позавидует любой американец. Праздник, где детишек подъехал. Снеговички, зайчики. Безотходное производство. Детишки будут играть. В Советском Союзе говорили все лучшее детям. В путинской России все лучшее вывозят Китай. А детям? Детям остаются опилки. В Саратовской области, в райцентре Александровгай, развалилось здание администрации. Четырехэтажное административное здание 78-го года постройки, как пишут, частично разрушилось. И сейчас рассматривается вопрос о дальнейшей судьбе. Может быть, здание можно как-то восстановить и в дальнейшем использовать. При том, что последствия разрушения выглядят вот так. Пишут, что за 46 лет с момента постройки здание не ремонтировалось ни разу. Это ж надо так мощно в одну калитку пилить. Даже на ремонт собственного здания, чтобы не осталось. Пишут, что во время инцидента никто не пострадал. Все увидели трещины заранее и покинули опасный объект. Даже представить страшно, как там относились к людям. Если даже для ремонта собственного здания денег как-то не нашлось. Ну, конечно, это неделя день победы 9-го мая. И, конечно, пропаганда была выкручена просто, я не знаю, не то чтобы до упора, а даже значительно дальше. Мне лично совершенно невозможно понять, откуда столько пафоса, какой-то гордости за то, что ты, в общем-то, не делал, что сделали предки до тебя. А уж это бесконечная радость, с учетом того, что это день окончания самой страшной войны за всю историю человечества. Я уж не говорю про то, что много десятилетий после этого люди, которые видели войну собственными глазами, только одно и повторяли. Как бы плохо не было, говорили, лишь бы не было войны. Ну и, как всегда, сумели отличиться даже в этот день в Магнитогорске. Угощения раздавала городская похоронная служба. Говорят, очень вкусно было, да. Пропагандисты очень мощно отметились в эфире телеканала Москва-24. Пропагандистка проверяла что-то или же пыталась себе размять свой пропагандистско-говорительный аппарат. Что касается акции «Бессмертный полк», то она в этом году пройдет в режиме онлайн. Ну а вечером небо над столицей украсит праздничный салют. Наш канал покажет его в прямом эфире. Раз, 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 это «Хардбас», «Все спортивных Адидас». В старом Осколе патриотичный автопробег почему-то на иностранных автомобилях закончился для Тарапы как-то, ну, не очень, скажем, приятно. Ну а в некоторых регионах, в Приморском крае, в Самарской области и еще в некоторых других, чиновники решили сделать, ну, приятно людям в этот день. И закончилось, в общем, как всегда. Решили сделать подарки ветеранам, детям войны. Но что в итоге дарили? Орион Чокопай? И другие сладости, при том, что на одной из фотографий у чиновников кадры попали, ну, как бы явно, часы, сделанные не из Орион Чокопай. А одни вообще догадались бабушке подарить бутылку водяры и консервы, да? Я думаю, даже спрашивать не стоит, насколько люди, которые этим занимались, они адекватны. В этой ситуации этот вопрос, ну, чисто риторический. Ответ и так понятен, думаю, всем. Это просто конченое позорище. Вместо денег на лекарства, вместо миллион лет назад обещанных квартир, там, скажем, какого-нибудь санаторного отпуска или достойной медицины, вот тебе печенюшка или бутылочка какой-то непонятной вообще откуда взявшейся водяры. Но уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда.